Мама, такое яблочко пойдет? Пойдет. Маша помогает собирать урожай. Этот год богат на яблоки. Это значит, что сладостей в доме будет хоть отбавляй. Вместе с мамой они делают из них полезное лакомство – яблочную пастилу. Пастила очень полезная, потому что в одном таком листике где-то содержится полкилограмма яблок. Чтобы съесть полкилограмма яблок, это надо постараться. Не каждый человек может съесть полкилограмма яблок. А пастилу можно вот такой кружочек съесть, вообще ехать в машине и такой легкий у тебя перекус. И при этом очень полезная, потому что здесь очень много клетчатки. Здесь есть пектин. Изготовлением пастилы Виктория Кузина занимается уже 4 года. В ход идут не только яблоки с дерева, но и так называемые падалицы. Плоды, упавшие на землю. Вмятины вкуса не испортят, уверяет кондитер. Если вот яблоко, оно упало, и у него вмятина, но это яблоко хорошее, у него нету гнили, оно целое, это яблоко. Значит, оно пойдет у нас в запекание или целое, потому что мы всю массу делаем пюре с нее. Порезали и в духовку. Запеченные яблоки перерабатываются в пюре и раскладываются в специальные формы. Теперь понадобится терпение. Запекается пастила несколько часов. Пастила у нас готова. Готовится она от 12 до 14 часов. И у нас получаются вот такие красивые листики-блинчики, да. Из яблочек. На яблочный спас такое угощение придется ко столу. Для православных верующих этот праздник имеет особое значение. Яблочный спас – первый праздник урожая. По поверьям, в этот день лето разворачивается к осени. Пора собирать урожай. И чествовать Матушку-Землю. Яблочный спас – народное название праздника преображения Господни. День, когда Иисус Христос раскрыл свою божественную сущность. Это праздник благодарения. Мы вспоминаем, как Сын Божий преобразился и показал славу природы человеческой и путь всего мира к преображению. И важно, что Священное Писание учит людей из древности вот этому пониманию мира. 19 августа смягчается строгость Успенского поста. Сидеть дома на яблочный спас не принято. Люди ходили друг к другу в гости и угощали освященными плодами нового урожая. Раньше приносили эти плоды в храм и оставляли их. То есть делились своей любовью. А здесь смысл не просто их покрапить, чтобы не кашлять, не чихать. Да, смысл именно, чтобы поделиться. И они символичны. То есть это как образ понимания того, что мы от Бога получили какие-то дары, таланты, наш урожай. И можно поблагодарить за все в этот день. Освящение плодов совершается после божественной литургии в каждом храме Одинцовского округа. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.